Всех приветствую, меня зовут Данил и мы продолжаем играть в игру про ZenBase Simulator, продолжаем рассмотреть различные интересные моды и сегодня у нас на повестке дня вот такой замечательный комфортабельный автобус-лайнер Neplan N116. Субтитры сделал DimaTorzok Наша модель автобуса производилась в 1992 году, это у нас такой 12-метровый неоплан, существует еще 18-метровый, это у нас модель N118. Ну давайте мы с вами посмотрим в такой вот он раскраски компании InterBase, Москва-Стаханов, сейчас мы с вами посмотрим значит на тюнинг который предусмотрен, вообще эти неопланы начали выпускаться еще с 1971 года, ну и по настоящее время существуют всякие разные и городские модели, ну и конечно же междугородние какие-то, например как у нас сегодня неоплан. Давайте мы с вами уже посмотрим, что идет у него к тюнингу, начнем потихоньку рассматривать тюнинг, потому что сам автобус, я думаю, ну вы уже успели окинуть взглядом посмотреть, чуть позже мы перейдем в салон, но и отправимся по маршруту. Сразу говорю ребят, не знаю что за маршрут, вообще первый раз на нем езжу, карта тоже только скачанная. Первый тюнинг у нас стоит колпаки и выглядит это довольно таки круто, мы с вами оставляем. Так, третий тюнинг у нас ребят, смотрите, что открывает, ну и багажные отсеки и здесь у нас ребята просто, что хотите, это клетчатые сумки, это крупы, это обычные сумки, пакетики из АТБшки тут у нас лежат, по-моему там еще брызговик сзади у нас лежит, ну в общем прикольно. Пятое у нас ставятся шторки, ну и такой маленький колхозик на место водителя. Так, что-то у нас там шестое ставится, не знаю, там по-моему табличка, какая-то нерегулярные перевозки, какая-то где-то тоже ставится. Так, сзади у нас также по-моему вторым и открывается крышка багажного отсека. Ага, и восьмой мы с вами можем поменять такие задние фары, ну пускай они станут лучше такими, какие они у нас есть в реальности. Я эти не плавно видел, кстати, только именно с такими фарами, да. Так, по мелочи, в общем, все тут закрывается, все меняется. Функционал автобуса есть, и это очень хорошо. Двигателя здесь, ребят, по данным, которые я вычитал, здесь у нас MAN D2066 LON и MAN D2676 LON. Вот такие у нас двигатели, ну гудит он очень хорошо, ребят, заведем, мы с вами посмотрим. Так, переходим в салон, такой комфортабельный салон, ребята, тут у нас и кондиционер, и столики, и все, что нужно для длительных поездок. Я, ребята, буквально прошлым летом катался на далекое расстояние, то есть в ночном автобусе, но там был не на план, там был, конечно же, ваннхолл. Ну, я сел как раз именно вот здесь, вот такие, тоже был такой столик с подстаканниками, ну и наблюдал в это огроменное окно, можно даже сказать почти два окна, да, ветровых, и наблюдал еще за работой водителя. Не знаю, мне понравилось. Так же можно сесть и здесь. 51 здесь посадочное место, 51 человек может перевозить данный неоплан у нас, но это не маршрутка, ребят, забивать ее не стоит, поверьте, да, и стоять здесь как бы неудобно будет, здесь только сидеть, все для вашего комфорта. Так, а я тут где-то, я помню, столики должны находиться, неужели тут нема столиков, а нет, есть, вот, они, там туалет идет, но я не знаю, проработан ли тут туалет, в омсе проработан. Вот столик, подсветка здесь такая, по-моему, она какая-то, знаете, фиолетовая такая или синяя, ну, интересно, даже когда-то ночью захотелось прокатиться на этом неоплане, возможно, сделать даже какой-то ночной рейс. Люки, они вроде бы открываются, но нафиг они нам нужны, если у нас есть кондиционер, поэтому, ну, от люков, я так понял, сильно мы не обдуемся. Так, ну все, переходим, значит, мы, телевизоры тоже с интересными надписями, значит, на место водителя, тут у нас идет дверь, ну и вот место водителя, такой односпицевый интересный руль, неоплан меня и привлек своим интересным рулем, когда я по нему первый раз узнал. Ну и, ребят, панелька неоплана. Кто катался, кто видел, я думаю, для всех это знакомо. Я с неопланами не сильно знаком, но конкретно на такой модели, такую модель я видел, ну и стол он, да, ребят, похожий. По коробке, не знаю, тут вроде бы механическая шестиступенчатая коробка передач, не знаю, но у меня в игре стоит механика, автомат я не ставил, но почему-то коробки вот этой вот черги нашей тут нема. Возможно, тут и автомат. И звук такой, ребят, у нас именно от автомата. Вот я буду переключать, вы увидите. Так, что мы с вами? Завелись. Ну, звук, знаете, салона вообще почти не слышен. Ух ты, а что это за хрень у нас появилась? Ой-ой-ой. Ладно, ребят, словили какие-то баги, надеемся, оно пропадет. Вот так вот звучит наш движок. Прям дизелек, да? Ну, чувствуется, чувствуется, прям слышится. Ладно, давайте мы тогда закроем наши все эти отсеки. О, кстати, брезговички я пропустил, отличные. Вставляем их тут. Видимо, те, что в багажных отсеках лежали. Так, ну что, все, ребята. Более-менее мы его с вами осмотрели. А, тут еще вот так вот свет круто сделан, проработан. И смотрите, уго, сигнал у него. У нас бампер также подсвечивается. Смотрите, здесь такие вот свет сделаны. Ну, интересно. Ну, что ж, я думаю, можем спокойно отправляться. Я не понимаю, правда, что вот это за фигня прицепилась к нашему автобусу. 29 там написано. Может, это маршрут. А, может, это маршрут-указатель такой, что прям наверняка. Пассажиры видели, куда ехать. Ребят, ну, не знаю. Не хочу как-то перезаходить уже. Посмотрим, может, она у нас пропадет. Сейчас мы тронемся. Дверь есть. Так. Все, погнали. Вроде там наши пассажиры находятся. Не знаю, ребят, куда мы поедем. Стрелочек никаких нет. Поедем абы куда. Сами себе хозяева маршрута. Знаю, что эта карта такая, да, знаете, дорожная. Не городской маршрут у нас будет. Вот мы с автоваза стартуем. Как раз более-менее подходит для данного автобуса. Вот так вот, ребята. Так. Заходите. Дверь как-то открывается. Я помню, по-моему, в ОМСе-2 или на грифта модельках дверь у неё плане открывалась вперед. Не назад, а вперед. Не знаю. Интересно, конечно. Ну, может, так и должно быть. А может, что-то путаю. Не силён не о планах, ребят. Возможно, кому-то больше, как бы, знакомы данные автобусы. И в комментариях вы можете про них написать. Но мы отправляемся на маршрут. Какой, не знаю, какой-то. Да, вот эта фигня с нами катится. Ну, что это за баги, ё-моё. Ребят, ну, мне кажется, это баги-карты 100%, потому что... Может, всё это другое написано, ё-моё. Может, это как-то... Да, это, мне кажется, какой-то баг-карты. Но я сомневаюсь, что автобусы... Ну, только же мы с вами рассмотрели автобус, ничего такого не было. Ладно, не будем обращать внимания. Возможно, пропадёт. Это продан бас, это всё возможно. Мы едем в салон, а салон нам ничего не мешает. Если бы оно нам салон перегораживало, то да-б-да. Да-б это была бы совершенно другая проблема. А так... Всё уже пропало. Ничего страшного. Только снаружи. Пассажиров, как бы, немного, я смотрю. Ну, 50 человек точно не будет. Хотя, посмотрим. Может, мы сейчас на каких-то остановочках остановимся и заберём. Карта показалась мне очень интересной по картинкам, когда я её скачивал. Как раз она прям такая подходящая, прям дорожная. Для какого-то там межгорода предназначена. Да? Для неопланчика. Ну, я её скачал, но, ребят, не катался. Конечно, стоит перед видео на каком-то маршруте прокатиться, чтобы знать хоть куда ехать, куда следовать. Но, ребят, не прокатился. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Скорость, не знаю, 90 километров. Больше что-то не идёт. Но, посмотрим. Горочки, наверное, мысли будут. Рельеф маршрута. Ага, вот первая стрелочка налево. Да и в жизни не знаю, сколько он ездит. Что-то не написано. Мне кажется, 100 он поедет. Ну, 120. Ну, это я на Ванхоле 120 ехал. Но, опять же, не на неоплане. Неопланная сомневаюсь, что пойдёт 120. Да, хотя, почему нет? Я думаю, возможно, его раскачал, говорит, 120. Возможно, даже больше. Возможно. Посмотрим. Дорога всё-таки должна позволять. Может быть, больше 90 он и поедет. Я думаю, ребят, это возможно. Блин, ну, конечно, этот бах меня... Ладно. Он двойка, да, нарисована? Или девятка, или шестёрка, или восьмёрка. Что-то такое. Так, ребят, какой-то автовокзал у нас тут. Ну-ка, погнали. Наверное, сейчас мы будем пассажиров забирать. Хотя вон, Никита, пассажиры стоят. Ой, блин, я тут проеду. Куда я попёрся? Странно. Ладно. Грят, не знаю, куда я попёрся. Куда меня попёр? Блин. Вот, опять же, минус. Непонятно. Налево, направо, куда ехать? Чё здесь делать, вообще не пойму. Ну-ка, погнали сюда. Сейчас, я думаю, тут же есть пассажиры, нет? Хотя нет, тут я пассажиров не вижу. Ладно. Погнали, короче, обратно. И поедем всё-таки прямо туда. Забыло сразу, видимо, налево ехать. Потому что тут, видимо, мы, наверное, на другом маршруте стартуем. Хотя, может, это быть часть нашего маршрута. Но не знаем. Может, это часть нашего маршрута. Так, нет, сюда, сюда, сюда. Потому что здесь, вроде бы, логический выезд отсюда. Да. Налево. Блин, непонятно. Конечно, сегодня будем, наверное, мы с вами, ребят, блудить. Ну, извините. Извините, конечно. Не подготовился я. Карта непонятная какая-то. Хотя, она мне показалась самая тонна. Прям, чтобы этот не опал проверить. Ой, кстати, как мне тут нравятся звуки. Такую атмосферную поездочку можно только соорудить. Ладно, ладно, погнали. Погнали дальше. Посмотрим, куда мы все-таки сегодня приедем. Если вообще куда-то приедем. Я думаю, мы с вами будем долго ехать. И остановимся где-то. Либо на первой же остановке. И скажу, ребят, до свидания. Либо, ну, это если бы прям долго-долго будем с вами ехать. Ну, когда-то, собственно, с вами должны, наверное, приехать. Так, ну, для 12-метрового автобуса, конечно, узенька тут. И угол поворота, как бы ты ни брал, ты все равно залазишь на всю дорогу и еще плюс цепляешь тротуары. Ну, это дело такое. Ладно, топим дальше. Сейчас мимо этого автовокзала нашего проедем. И мы поедем сразу туда, по прямой. Налево. Надо было поворачивать, а мы направо поехали. Ну, опять же, почему вот не указано с автовокзала, куда ехать с стрелочками? Это самое первое, что должно быть на карте, указано с стрелочками, куда, ну, в каком направлении вообще ехать. Ну, что это вообще за хрень? Да. Конечно, тут минус карте. Но выглядит она прям хорошо. Такие деревья у нас, смотрите, по правую и по левую сторону красиво. Сейчас вот это здание проедем. Во. Ну, проезжаем туда, погнали туда. Прямо. Так, 91 километр и больше не давит. Ой-ой-ой-ой. Вот тут, конечно, опасненько. Все, заносит. Нас уже заносит. Здесь нужно быть вообще прям суперосторожным, потому что на определенной скорости можно занести, вот, пожалуйста, наш автобус, невооруженным глазом видно. Вот и вот населенный пункт. Скорее всего, надо было сюда ехать, да. Тут у нас сейчас, видимо, и остановки будут. Тут еще что-то. Ага, лежаки. Ладно. Проедем на нейтралочке. Не, никаких остановок тут нет, странно. Ну ладно, поедем. Пассажиры кричат недовольны, ну. Я бы, конечно, на ихнем месте бы рот закрыл. Потому что вам все, ребят, сегодня вы комфорта. Комфорт просто. Хех. Хочешь кондиционер, хочешь там покушай, я не знаю, в туалет сходи. Ну комфортный лайнер, че тебе не нравится? Я в шоке с таких. Ладно, если бы мы на пазике ехали. А скорость здесь, конечно, да, такая, как у пазика, но... Ты там наслаждаешься, тебе решать кто-то... Че как едет. Сиди и все, и все будет классно. Ну да, ребят, моделька выполнена, конечно, на 10 из 10. Каких-то прям таких конченых багов я не нашел. Моделька мне очень нравится. По ссылке в описании вы сможете скачать модельку. Ну, ссылку на карту я тоже оставлю. Не знаю, кто захочет скачать, скачайте. В принципе, карта, ну вот как раз для таких длительных поездок. Дорога тут реально длинная. Сейчас вот мы с вами едем. Но, к сожалению, непонятно. Может, указателей никаких нет. Поэтому неизвестно в каком направлении мы едем. Не поймем, что за ней у нас с окном. У нас же вроде было там окно. На его деле. С пассажирского салона, кстати, очень круто ехать. И даже видно. Дорогу. Дорогу видно хорошо. Муфи нужны, я считаю, такие какие-то расслабляющие маршруты, да. Чтобы остановок не было, там от пункта А до пункта Б доехал. Классно будет. Да, смотрите, даже звук двигателя почти не слышно. Ну, комфорт. Хе-хе. Чего, Титин? Комфорт. Так, ну, правда, мы начинаем вылазить навстречу. Но, кстати, я смотрю, на этой карте не существует трафика, кроме припаркованного. Нам же только плюс. Только в плюс, поэтому можем гнать. И дорога реально прямая, то есть для того, чтобы испытать какие-то максималки автобусов, здесь вы это сможете сделать. Пожалуйста. Легко и просто. Пожалуйста. Слева, справа такие кусты. За кустами идут деревья. С деревьями либо поля, либо... ...какие-то, может, поселения даже существуют. Кто его знает? А может, железнодорога идет? Ну, конечно, понятно, что сейчас там ничего не идет, там просто обрыв карты, но так, если пофантазировать, представить, что там идет, я думаю, это вполне реально, вполне возможно. Микрофон тут даже есть у нас. Таблички. А, кстати, таблички поставили с каким-то тюнином, я их даже, слушайте, не заметил. Но я маршрут не вписывал, опять же, не знаю, какой маршрут. Даже так бы, если знал, куда едем, написал, а так пока негулярные, нерегулярные перевозки у нас табличка есть. Наверху там наклеены. И все, так, что-то там у меня вдалеке либо видно, либо уже так, мерещится. Скорее всего, даже думаю, что мерещится. Ничего нам там такого сверхъестественного и интересного нету. А, ну, немного меняется у нас картина. Вот теперь такие горы идут. Не деревья, а уже горы, он можно видеть. На шестой передаче 90. Ну да, я считаю, мало. Возможно, на автомате я ехал бы быстрее. И щелчки здесь такие, как на автомате, да. О, дырочки пошли. Ну, это все. Ой, надо тормозиться, сейчас улетим еще. Нафиг оно надо, карта-то интересная. Что-то как? Так, тут уже пошли даже опасные места, такие опасные повороты. Ой, ну все равно нас эта красная штука преследует. Ребята, не знаю, что это такое, что это может быть. Так, а вот и первая остановка. Ну, я так понял, никто к нам тут не зайдет. Давайте сделаем такой технический перерыв. Пассажиры что-то там купят, сбегают. Мы проверим с вами автобус. Сможем ли мы с вами отправляться дальше? Ну, я думаю, сможем. Все у нас нормально, все в порядке. Все функционирует. И можем дальше отправляться. Ну ладно, погнали дальше. Я думаю, все нормально. Дальнобойщики только припаркованы. И ничего более. О, а тут горка, нафиг я останавливался. Надо было пролететь, смотрите. О, да я думаю, затянет. Тут столько мощи этого движка. Думаю, хватит все-таки силенок-то затащить. Что тут? Да, конечно, хватит. Тем более мы с вами уже и заперлись. Так, все. Так, тихо. Носит нас потихоньку, конечно, мы. И сплошную, да? Пересекаем. И навстречку вылазим. Но опять же, трафик анима, это хорошо. Потому что с трафиком вот здесь, вот конкретно, было бы тяжело разъехаться. Еще и на таком огромном автобусе. Мы в полосу даже не влазим. Так, тихо, пассажиры, жалуются. О, на нахрен. Текстуры провалились. И что это такое? Перевернулся наш автобус. Вот, блин. Капец. Ну, короче, какая-то аномальная карта. Какая-то фигня вылезла. Весь маршрут нас преследует. Карта дырявая. Капец, конечно. Но, для такого автобуса подходит. Подходит, классно. Нужно, наверное, для таких автобусов. Ну, не знаю, будет ли там эти модельки работать. Скачать proteinball-симулятор вот как раз. Где мы путешествуем. Такие вот как раз международные маршруты существуют. Так, ребят, кажись, приехали вот куда-то. Да, скорее всего, это у нас автостанция. И мы сейчас на этом маршрут наш завершим. Че нет? Нет, ребят, это заправка какая-то автостанция. Хотя можно на заправке остановиться, но ладно. Не, там что-то есть. Погнали дальше. Я думаю, дальше будет что-то поинтереснее. Все-таки больше прокатимся на этом автобусе. Больше его просмотрим, протестируем. И побудем больше на маршруте. Вомся там, да. Там, конечно, скачал в Чистогорскую область или Чугур какую-то. И частовые маршруты на таких автобусах и Катай. Портенбасс, конечно, с картами такого типа посложнее будет. Ух ты, 106 километров. Ну, это понятно почему. А это не обрыв случайно? Блин, ребята, я думал тут обрыв. Ну, почти угадал. Дорога есть, ладно. А вокруг нее, правда, ничего нет. Не слететь бы нам туда. Конечно, вот эти вот бразильские карты, они максимально... Ну, некоторые из них интересные, да. Парочку карт есть, я даже парочку интересных карт заливаю в свой телеграм-канал с модами. Ну, а есть какие-то вообще такие, на которые автор просто положил там, с нами знаете что? Сказал, ну и так пойдет на 15 дырок на карте, там на одной дороге вылетает, непонятно куда ехать. Где-то я не про эту карту говорю, это вообще. Про некоторые карты есть тут такие. Вот это какая-то у нас тут. А что это за штуковина тут? А-ля платная дорога или чё? Не пойму я. Ладно. Остановимся. Шлагбаум, ну-ка. Пойдем по сигнале, нашим таким гудком хорошим. Ну, пускайте нас, ну-ка. А, тут. А, они сквозные, отлично. Ну, это, кстати, прикольно так сделано. Тут я даже плюсик поставлю, мне нравится. Вот, даже такие конусы, объекты, блин. Слушайте, ну клево, клево, так, наверное, я не туда въехал. Но же мне было справа, а не слева, навстречу к их. Ну ладно, опять же, трафика нет. Блин, слушайте, если были бы указатели, и не было бы таких вот жестких дырок на карте, эта карта была бы достойна внимания. Я бы ее полюбил как раз для таких вот международних рейсов. Вообще классно. Но, к сожалению, минусов больше, чем плюсов, и поэтому карта, к сожалению, она такая себе. Вот побольше, да, вот таких вот интересных фишек, интересных моментов, которые есть. Это, типа, на ютубе я видел видео про эту карту, когда скачивал. Возможно, нужно ознакомиться с другими видео. Они хоть и не на русском языке, но может как-то по картинкам там собрать какой-то пазл, да. И, предположительно, посмотреть маршрут, или куда ехать, или какой маршрут, откуда едет. Хотя бы это уже будет, ребята, как-то. Как-то здорово, и как-то хорошо. Кстати, да, горка, горки есть, рельеф местности присутствует, благодаря которому наш неоплан. Хотел сказать, ман, нет, не ман, неоплан набирает скорость больше ста километров в час. Береток проносятся. Какой-то, может, на марк это заказанного маршрута у нас, можно и так даже назвать. Едем, едем. Летим даже. На таком-то лайнере. Согласитесь бы, ребята, почему бы и не лететь. Если можно, полететь. Правильно, правильно. Да, конечно, еще минус, непонятно, что это за фигня. Прицепилась красная с правой стороны. То ли это баг автобуса, но мне кажется, это баг карты. Я уверен в этом. Мне кажется, это во всем виновата карта. Так, тут опять начинается, как такие вот. О, горочки и опасные повороты. Зацепились. Пассажиры вообще всю дорогу недовольны. А вообще, я поражаюсь. В таком комфортном автобусе едите, я их недовольна. Ужас. Так. А тут, может, нам тяжело. Ну-ка, первая. Давайте они. Вторая. Не, ну, масса большая, конечно. Ну, нагруженность неполная. Лотяня, затянулся. Какой дым черный у нас. Чернючий, просто страшный. Вот, отлично. Да, дым, конечно, коптит, прет, прет наш неоплант. Так, у меня фара выключена, то какой-то засвет идет, окучник, будто фары горят. Вот, видимо, такое солнышко здесь. Ой, как, кажется, это опасно. Сейчас улетишь еще куда-то за карту, и все, и закончим на этом маршрут. Но я думаю, до какой-то логической точки мы сегодня с вами не доедем. Ну, как, не доедем? На какой-то остановочке остановиться-то мы должны. Но не можем же мы бесконечно ехать. Все равно, где-то конец-то придет этой карте. Мне кажется, что когда-то там приедем все-таки. Или что это такое? Ну, какие-то ограждения тут появились, закончились. Ну, ладно. Хотя по виду, по виду, да, как тут рассажены пустые деревья, мне нравится, по виду, красиво. Завид, да, плюсик этой карты. Ой, тут дорога начинает уже как вомси лагать, чтобы она сейчас не пропала, и мы не вниз. У-у-у-у, так полетим. Я-то знаю, как это все происходит. Но, кстати, протенбас это не омси. Так, что это такое? Тоже заправка какая-то? Нет, наверное, стоянка дальнобойщиков. Ладно, панали дальше, не знаю, куда приедем. Если будет еще одна стоянка дальнобойщиков, то за это время нам не встретится ни одна, ни один населенный пункт, линдин автозал, то тут и закончим. Потому что неизвестно, сколько ехать, тут не указано время, час мы будем ехать или 40 минут. Ребят, не знаю. Местность, она может и повторяться, может быть и такой же. Уже, по-моему, 25 там написано. Какая-то аномалия происходит. Не знаю, что именно виновата. Либо автобус, либо карта. Странно это все, конечно. Ну, у него план у нас все равно, ребят, красивый. Я думаю, он заслуживает лайк. Вы обязательно ставьте такому неоплану лайк. Все, давайте, короче, здесь закончим. Здесь, наверное, все-таки какие-то... Ну, какая-то заправка. Есть. На ней мы закончим. Или продолжим, например. Маршрут с продолжением будет. Не знаю, куда мы приедем. Но я думаю, тут мы с вами закончим. Неоплан рассмотрели, неоплан классный. Обязательно, ребят, ставьте за него лайк. Обязательно. Не знаю, кто-то выйдет, не выйдет. Но мы, ребят, на этом закончим. Ребят, спасибо, что застряли до конца. Нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на канал. Ну и не пропускайте новые видео, которые будут выходить в дальнейшем. Вот так вот. Все, закончим. Но меня зовут. Ну, такая интересная карта. Непонятная. Что непонятно? Как какие-то баги происходят? Меня зовут Данил. Всем добра, всем мира. До новых встреч, до новых видео. Еще увидимся. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok